4 памяти с эффективной частотой 3600 МГц, 4 памяти с эффективной частотой 3600 МГц, компания XPG, серия Gaming, с модель D35 в виде кита и с двух планок по 8 ГБ. Вот такая здесь упаковочка, DDR4 видим, 8 ГБ на 2, PC4 28800 и 3600 МГц с эффективной частотой при использовании профиля XMP. На обороте особой информации нет, какой-то важной, ну кроме здесь короче информации по таймингам 18, 22, 22, ну и маркировка памяти. В таком она блистере шла просто память, то есть надежно защищена, защищены точнее модули памяти от повреждений. Давайте посмотрим теперь, что же из себя представляют модули памяти. Вот такой вот стильный радиатор у них, смотрится достаточно оригинально, достаточно красиво, необычно. Радиатор такой тоненький в принципе, по высоте тоже не сильно он выпирает относительно самой планки, если снять радиатор. То есть такой компактный, достаточно тоненький радиатор, в принципе, и его более чем достаточно для данного модуля памяти, потому что греются такие модули не очень сильно. Здесь у нас лого XPG, такая вот, здесь геометрия какая-то, фигура, что-то типа того изображено. Здесь также на обороте, то есть вот здесь с одной стороны, здесь противоположный, и плюс здесь у нас есть еще наклеечка. Вот у нас маркировка модуля, AX4U36008G18DTBKD35. Сложно даже прочитать. Ну и здесь по таймингам тоже CL182222, то же самое указано, что у нас и на коробке. Второй модуль аналогичен, отличается только серийники. Ну вот он у нас, собственно, так выглядит. Здесь тоже у нас, вот как видим, лого XPG. То есть модули стильные, параметры их отличные. То есть здесь и касаемо таймингов, тайминги в принципе неплохие, но и частота 3600 тоже достойна. При этом стоимость модулей небольшая. Ну они здесь подкупают как раз таки в основном чистотой и своим дизайном интересным. То есть дизайн достаточно строгий, при этом современный в то же время. Ну понятно, что никаких подсветок здесь нет, каких-то еще больших радиаторов тоже. Ну в целом такой памяти достаточно вполне для современного игрового компьютера. Давайте теперь посмотрим, на что же память, точнее набор памяти способен в тестах. Теперь к результатам тестов. Такая платформа MSI Z590 Pro. Материночка. Процессор 11400F. Слабое место здесь процессор конфигурации, потому что материнка на чипсете Z. У нее большие возможности по разгону потенциалу. Но процесс, к сожалению, только в одном из слотов тащит память на 4000 МГц. И то есть там некоторые проблемы, ну при определенных нагрузке, при определенной, появляются псоды. То есть обильно работает на 3866 МГц. Соседний слот с ним тянет всего лишь 3733 МГц. Вот. Ну получается в двухканале можно использовать только 3733 МГц. Это проверено на хорошей памяти с высоким разгонным потенциалом. То есть здесь все упирается уже непосредственно в проц. Поэтому гнать для сегодня память будет чуть-чуть. Тоже как раз таки до 3733 МГц. Давайте посмотрим, что у нас по памяти отображается в биосе. Здесь у нас два профиля XMP-шных. Профиль 1 и профиль 2. Первый профиль у нас это 3600 МГц. Вот он у нас с такими таймингами 1822-2244. Второй профиль это у нас уже 3200 МГц. Тайминги, естественно, здесь ниже. Дефолт у нас 2666 МГц эффективной частоты. Так, не тот скриншот. В перемешку они. Сейчас, секунду. Вот они. Информация из SPD. 2666 МГц. Базовая частота 1333 МГц. Вот они тайминги. Идут. Причем в CPU-Z отображается два варианта таймингов. Здесь всего лишь один. То есть есть, видимо, не все здесь материнка показывает. И XMP-профили. Так, это опять тайминги. XMP-профилев у нас две штучки здесь. Вот он. DDR43597 он называется. 1800 МГц. DDR4300. 1600 МГц. Базовая частота. И вот они как отличаются здесь. Значительно тайминги. Растут с ростом частоты. Так, ну и теперь давайте посмотрим результаты на стоковой. Частоте 2666 МГц. То есть без XMP-профиля. Вот у нас стартует. С такими параметрами. Память. Здесь она двухканальная, как видим. То есть две планки потому что стояла. 16 гигов. Вот что у нас зашито в саму память. Есть серийник. У каждого модуля свой отдельный. Порт номер. Свеженькая память. 36 неделя 2023 года. Как видите, вот они два профиля GDEC. То есть здесь только тайминги отличаются. И два профиля XMP-пшных. Здесь частоты разные. Ну и естественно тайминги тоже разные. И информация из AID-64. Ну здесь только из полезного, что память одноранковая. 16 банков памяти. Так в принципе та же самая информация дублируется. Ну и вот они здесь. Все тайминги выводятся. Доступные по GDEC и по XMP. Далее смотрим, что у нас AID дает. Ну здесь скорости в бенчмарке памяти AID-овском. Ну невысокие, скажем так. На этой частоте 2666 МГц. То есть память на такой частоте особо нет смысла эксплуатировать. Если есть XMP-профиль, он естественно его адаптировать. В тесте Lynx 0.6.5 набирает у нас 161,5. Ну где-то даже 163,5 ГФ здесь. Потому что здесь первый это был. Здесь какой-то был видимо скачок. Может быть то, что я там открывал Paint, еще что-нибудь. То есть здесь могло это повлиять на производительность как раз таки. Вот. Ну короче 163,5 ГФ. Здесь в данном тесте Lynx, насколько я понимаю, есть очень сильная зависимость от быстродействия памяти, быстродействия кэшей процессора и оптимизации контроллера памяти. Сейчас я покажу, почему такие как бы мысли. Так, следующим у нас идет частота 3200. Это у нас наш второй XMP-профиль. Такие здесь у нас тайминги. Все то же самое, только ну здесь у нас сейчас выше стала частота получается. Здесь у нас уже бодрее скорость. Конечно, еще хотелось бы под полтинничек. Здесь пока вот чтение 47, запись 45, копия 44, копирование. Патентность 56 нс. Здесь у нас что смотрим. Здесь у нас больше стал Гигафлопс. Здесь у нас около 172 потолок. То есть здесь частота прям оптимальная по сути. Частота тайминга, судя по всему, оптимальная на 3200 именно для Lynx, для теста. Не факт, что в играх то же самое будет. Но я думаю, что большая разница между 3200 и 3600 даже здесь не будет из-за таймингов как раз таки. А вот уже 3600. Сейчас я покажу, почему я так про Lynx сказал. Сначала посмотрим тайминги. Вот у нас здесь существенно выросли тайминги, особенно те RFC параметры 630 отчетов здесь. Вот. Так. И теперь у нас Lynx. Здесь уже видим, какое падение существенное. То есть там было 172, по-моему, даже. Здесь сейчас в районе 158 и есть некоторая нестабильность, опять-таки непонятно с чего. Хотя нагрузки в этот момент не было на процессор. Вот. Только если операционка что-то делала, там даже интернет был отключен как бы специально, чтобы не было каких-то моментов. И вот я снижаю пинг. Ой, пинг говорю. Тайминги. То есть здесь у нас тайминги сейчас ниже. 18, 20, 20, 38, 630. Там у нас было... 18, 21, 22, 21, 43, 630. Здесь у нас 20, 21, 20, 20, 38. То есть ниже тайминги. Здесь никаких изменений особо нету. Вайда 64. То есть вот у нас скорость. Не помню, я там показывал для 3600, по-моему, показывал. То есть как раз-таки мы вышли уже здесь по записи даже за 50 тысяч мегабайт в секунду. По чтению у нас 53 600 мегабайт в секунду. То есть результат очень хороший. Единственное, здесь покопируем, чуть поменьше получилось. Но в районе полтинника. И здесь линкс. Здесь смотрим. Здесь уже у нас 160. То есть выросло относительно 3600 на базовых таймингах. То есть тайминги здесь решают, как видите. Причем, ну, так ощутимо они решают. Ну, не прямо, конечно, что-то было бы сильно. Но тайминги здесь все равно некий прирост. Он дал повышение таймингов. А не точнее тайминги. Вот. Ну и так, 3600. Еще раз просто подемонстрирую, что в AID был. Но здесь такие же, по сути, цифры. Здесь небольшая разница с большими таймингами. Тайминги здесь особо не влияют на скорость. На скорость влияет частота, по сути. Вот. И 3733 МГц. Берет память нормальную эту частоту. Здесь у нас вот такая вот картина получается. Сильно увеличивается. Опять ките RFC параметр. Ну и здесь немножечко пришлось поднять тайминги. Ну, здесь тайминги, по сути, соответствуют стоковым для 3600 МГц. Из XMP профиля, кроме вот этого T-RFC. Насколько я помню. И смотрим теперь результаты. Что у нас здесь получилось. Ну, примерно то же самое. Даже чуть чтение. Чтение подросло. Запись тоже подросла. Ну, на пару гигов тут как бы разница копирования. Здесь вот практически на гиг выросла. Вот. То есть разница небольшая, в принципе. Так. Ну, здесь еще второй я прогон делал. Здесь все то же самое. Все стабильно. В принципе, ничего такого. Как бы нет криминала. Кстати, гонял я позже уже тестом. Мем-тест. Ну, конечно, до конца не дождался его. Но несколько итераций у меня там прошло. Память работала стабильно. Для быстрого теста использую Lynx. Как раз таки, если память работает очень прям стрёмно, то сразу же здесь оно все вылезет. Потому что он активно обращается к памяти. Здесь уже вот 150. Опять-таки падение ниже даже, чем на 3600 было. Было эффективно читать я с низкими таймингами. И еще вариант с более низкими таймингами. Здесь я занизил T-RFC, по-моему, насколько я помню. 648. Здесь у нас было, было, было. Так. 654. Только вот это немножко параметры занизил. И уже это дало прирост в Lynx. И здесь осталось все то же самое. По скоростям wide64 в бенчмарке. А в Lynx уже у нас 155. То есть это примерно 5-6 там, гигафлопс. Ну, или около того мы выжили. Опять-таки тайминги здесь решают. Вот. Ну и, собственно, здесь на этом все. Подводя итоги, что могу сказать по памяти. Память хорошая. То есть недорогая. Интересный дизайн у нее радиаторов. Память не горячая. Тайминги приемлемые. Можно немножечко разогнать. Но смысла я в этом не вижу. То есть лучше занизить тайминги. Выставить частоту. Либо 3200 оставить еще. Может быть попробовать занизить тайминги. Либо сделать 3600 на низких таймингах. И как бы пользоваться, наслаждаться этой памятью. Вот. Не сильно она будет хуже более дорогих модулей. Там может разница 1% у вас будет. Там в играх еще где-то в лучшем случае. То есть с дорогой памятью. Особенно если подкорректировать тайминги. То вообще особо никакой разницы не будет. Если взять дорогую и просто включить и активировать XMP профиль. Без дополнительных тюнингов и настроек. Вот. Ну и самое важное все-таки цена. То есть цена решает здесь. Единственное, нет никаких RGB подсветок. Но мне вот это лично не важно. Но память я поставил, кстати, в сборку с 12100F i3. Материнка MSI на чипсете H610. Популярная тоже в DNS. Так. Там у меня получились такие вот результаты. Вот эта сама мать с проотцом. То есть здесь просто, по крайней мере, видно. Under Lake наш. И вот он здесь. Вот этот процессор тащит вообще 240 гигафлопс. По сравнению там с жалкими там 170. Который дает шестиядерный. 11400F. Здесь четыре ядра. 11400F тоже как бы подразогнан. Да, получается. Ну, по меркам там ограничение пакета. Оно с не то. По потребляемой мощности. То есть он там тоже примерно 4000 МГц частоту имеет. То есть 4 ГГц. Но она может там прыгать иногда. Но и здесь, видимо, сказывается больше оптимизация кэшей. Здесь, во-первых, на ядро больше приходится памяти в 12100F. И, во-вторых, видимо, оптимизировали контроллер памяти для лучшего взаимодействия с оперативкой. То есть все это дало вот такой вот совокупный прирост. То есть четыре ядра в Lynx, по крайней мере, делают шесть ядер 11400F. То есть прошлое поколение. Вот. И это на то, кстати, 3200. То есть вполне играбельно будет. Все вполне будет нормально. То есть и материнка такая, по сути, офисная. Вот. Но с поддержкой PCI-Express Gen4. Единственное, там в слоту М2 только Gen3 поддерживается. Вот. Но, опять-таки, смысла нет гнаться за Gen4. В ряде случаев, да. То есть и главное, что видюху. То есть какую-то, если берем, например, RX 6600, как раз я поставил в эту сборку. Вот. К12100F. То есть я считаю, что это сбалансированная сборка. 16 гигов памяти ADATA. D30 из... D35, извиняюсь, из-за текущего обзора. И я считаю, что очень даже приемлемая сборка. Очень такая прям бодрая и сбалансированная получилась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА